В новом учебном году у Анжелики Пономарёвой одна дочь пойдёт в первый класс, а другая в пятый. Сегодня они пришли, чтобы посмотреть новую школу. Мы действительно очень рады. Эта школа у нас долгожданная. И дети рады вообще, наверное, процентов на 200. Очень ждут уже первого сентября, мечтают быстрее сесть за парты, зайти в новый класс. Мне очень нравится наша школа. Она красивая такая, большая. Да, всё такое красивое. Мы прям так ждали, когда она откроется, эта школа. Прям так хотели туда пойти, но мы не пойдём туда. Но мы будем туда ходить по предметам технологии, в столовую будем ходить. Очень красивая школа, классная. В общем, спасибо всем, кто строил школу. Благодарны за новую школу и молодые учителя. Нам новая школа была необходима, потому что у нас в старой нехватка мест. Поэтому это прям для нас подарок. Мы как никогда радуемся. Обучаться в новой школе будут ученики с первого по четвёртые классы. При этом старое здание образовательного учреждения также будет функционировать. Здесь будут обучаться начальные классы. Та школа, можно сказать, старая школа. До этого действующая школа, она по проектной мощности на 96 мест. Сейчас уже более 186 детей, поэтому здесь мы будем обучать начальные классы, там старшие классы. Школа рассчитана на 100 учеников и это образовательное учреждение оснащено современным оборудованием. Вот, допустим, это кабинет технологии, где юные рукодельницы будут учиться шить. И для этого им приобрели новые швейные машинки. В этом году в республике построили 11 новых школ. Решаются вопросы с образовательным учреждением в Малой Шельне. Конечно, мы очень надеемся, что в какой-то степени вопрос будет решаться, потому что сейчас обсуждается. Я ещё раз хочу сказать, что ни один ребёнок на улице не останется. Главное, есть школа у нас в Большой Шельне, есть школа и пока, скажем, в городе наберем Челны. В какой-то степени мы сейчас решаем вопросы подвоза детей. Как отметил министр образования и науки республики, проблемные вопросы остаются на повестке дня.